Всем привет, вы на канале Татарин 97 и в сегодняшнем ролике я съезжу в деревню. 6 июня во вторник, где-то до 7-8 вечера, я еще не мог подумать о том, что я поеду в деревню. Под вопросом, это еще правда все висело до 7 июня, до двух до трех часов дня. И вот, вопросы все сняты, все решилось и я еду в деревню. Было в планах поехать, ну в июле или где-то там в августе, обычно как-то в этот период ездим, вот видите в июне получилось, ну это очень классно, свежий воздух, природа. Едем кстати на два дня, выезжаем в пятницу 9 июня, данный фрагмент как и предыдущие записываются 8 июня в четверг, ехать чуть более 500 километров, примерно 7-8 часов, опять же это пятница, хоть и выезжаем рано утром, где-то в 5-6 утра, но все равно могут быть небольшие пробочки. Ну и по пути дороги, населенных пунктов полно, едем кстати по Горьковской трассе. Ну а подсниму для вас немножечко дорожку, как едем, ну и так что-то на участке, поснимаю, посмотрю. Для тех, кто не знает, у меня есть канал на Яндекс.Дзене, ссылочка на Яндекс.Дзен в описании. Кстати, под всеми роликами есть ссылочка на Яндекс.Дзен, поэтому переходите, тоже подписывайтесь. А вообще не просто так я затронул тему канала на Яндекс.Дзене, там выходят те же ролики, что выходят и здесь, и там выйдет данный ролик, который вы сейчас смотрите вот здесь на Ютубе. Ну а там он выйдет немножечко поинтереснее, потому что подсъема дороги, какие-нибудь еще там микропроходики, что-то такое, будет на это наложена другая музыка, то есть на все подсъемы, на какие-то проходы будет наложена другая музыка. Здесь будет просто наложена какая-нибудь музыка, которую я обычно вставляю в роликах, такую, знаете, без слов, просто мелодичную, а там музыка будет, которая будет связана с дорогой. Почему на Ютубе не могу это сделать? Очень просто, могут прилететь авторские права, и ролик может просто удалиться. А на Яндекс.Дзене ту музыку, которую я вставлю в ролик, на нее ничего не прилетит, уже пройденный этап, поэтому все классно, все шикарно, поэтому кто хочет посмотреть более такие, знаете, проходики, как мы едем, что-то такое, подсъемы, более в интересной музыке, ссылочку в описании на Яндекс.Дзен, но там ролик выйдет позже, наверное, на 2-3 дня, наверное, выйдет позже. В общем, ссылочка на Телеграм, если что в описании, там скажу, когда выйдет ролик на Яндекс.Дзене, данные вот этот, поэтому на Телеграм и на Яндекс.Дзене подписывайтесь. В предыдущем ролике, вот в этом пакетике, лежала Sony Playstation, а теперь здесь лежат вещи, которые поедут со мной в деревню. Вот такие чудеса тоже случаются. Дорога не близкая, поэтому в дорожку возьмем с собой беляшики, самодельные. Смотрите, какие красивые. Утро 9 июня, ну, как вы поняли по данному кадру, ночевали мы не дома, ночевали мы в городе железнодорожный у бабушки, потому что, ну, надо было из этой квартиры забрать вещи и отвезти в деревню. Там еще несколько, пару вещей. Поэтому было принято решение вечером, 8 июня, поехать сюда, загрузить машину и уже спокойно отсюда стартануть в деревню. Дорога не близкая, чуть больше 500 километров, даже где-то примерно уже ближе к 600 километров ехать. Дорога не знаем, какая будет. Кто-то говорит, что местами нормальная, кто-то говорит, что везде плохая, кто-то говорит, что везде отличная. Но мы знаем одно, то, что ближе к деревне, дорога, по которой постоянно ездим в деревню, которая короткая, она закрыта, там производится ремонтная работа, там делают мост. Вот, поэтому, что будет, как поведет навигатор, да, едем по навигатору, потому что, может, он как-то побыстрее поведет, может, какими-то окольными путями. В общем, ближе к деревне мы не знаем, какая будет дорога, как проехать, как что. Посмотрим, ну и, может быть, вам покажу, если дорога не будет совсем убитой. Время 4.46 и мы выезжаем. Ехали мы, ехали и приехали в город Владимир. Как вы поняли, Владимир нас встретил дождико, причем таким хорошим, смачным, сильным дождиком. Навигатор повел через Владимир, потому что объездная Владимира, да, есть объездная, если кто не знал, перекрыта, ну, она не перекрыта, там пробка очень серьезная, очень сильная, там тоже делают мост. Насколько я знаю и насколько я понял, мост этот делают почти каждый год, и опять же, насколько я знаю, насколько я понял, этот мост делали в том году, и, в принципе, в этом году, ну, не должны были его делать, потому что, ну, он плохо свеже там отреставрирован, отреконстрирован, все очень свеже восстановлен, ну, вот, опять решили сделать этот мост. Поэтому навигатор повел через Владимир, во Владимире пробок нету, городочек, кстати, уютненький, мы проехали через центр, очень прикольный городочек, мне даже появилась мысль, туда просто как-то... Субтитры сделал DimaTorzok и вот один из населенных пунктов, который встречается под данной трассе, трасса Горьковская. На данной трассе, не знаю, как на других, на других ни разу не ездил ничего, но на этой трассе очень много населенных пунктов, везде 60, разумеется, на населенный пункт, больше здесь ехать нельзя по правилам дорожного движения, ну, и везде стоят камеры. Короче, полный капец, поэтому вот так долго получается ехать, так, в принципе, можно доехать и быстрее, если бы не вот эти всякие камеры. Но ничего страшного, люди там живут, тоже прикольно, поэтому гнать там нельзя, и правильно, что стоят камеры, мало ли кто-то будет гнать. Был у нас небольшой пип-стоп, выпили по кофейку, которую взяли в термосе, и съели два беляша. И едем дальше. Сейчас, кстати, на заправочке заправляемся до полного. А ехать, на самом деле, еще достаточно долго, как и по времени, так и по километрам. Что радует, нет пробок. Зеленая дорога. И это хорошо. Вот мы и в деревне, ехали больше 7 часов. Да-да, не удивляйтесь. Никуда не спешили, были пробочки, тоже цикпл. Я же сказал уже ранее, никуда вообще не спешили, ехали не спеша. Ну что, давайте немножечко вам покажу участок. Кстати, если вам слышно, то идут уже покосные работы. Вот мы выходим из дома. Видите, какая тут конструкция. Надо сейчас переодеть обувь. Хочу немножечко показать участочек. Смотрите, насколько он большой. Вот он, начало там берет, да, и вот там вот конец. Я даже попробовал покосить вот такой вот маленький участочек. У меня получилось. А я, если что, косил вообще первый раз в своей жизни. Это прогресс. Получилось неплохо. Уже, кстати, почти темнеет. Ну, сложно приехали, долго ехали. Так и сказали, я просто никуда не спешили, поэтому долго ехали. А так вот, это все предстоит покосить. Наверное, не все успеем. Ну, что успеем, то покосим. А еще как-то так. Поправляемся вот в этот сарай через заросли. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой кошмар. А что это деревня? Кстати, куда делся велосипед, чуть попозже вам расскажу в ролике. Он, если что, не продался. В сарай ходил за граблями, чтобы скучную травочку немножечко смести. А был проход по дорожкам в сторону, кстати, в бане. Чищу вот такими граблями от дома до бани дорожечку. Ну, видите, становится чистенько, опрятненько и красивенько. Наступил следующий день пребывания в этой деревне. Погода испортилась. Морощающий дождик идет. Пасмурно и похолодало. Вчера было до нас дотеплее. Ну, что ж, бывает. Ой, бань какая красивенькая стоит. Ладно, ничего. Сегодня 10 июня. 11 июня все обратно в Москву разгонять тоску. А сегодня еще пока здесь. В деревеннике. Туровые сегодня, как еще немножечко будут идти по костной работе, если правда закончится морощающий дождик. Если нет, то каким-нибудь другим займемся. В общем, посмотрим. Эх, да. так здесь так уютно, так хорошо. Знаете, я даже рад, что эта поездка вообще получилась. Тем более спонтанно. Я обожаю спонтанные поездки. Смотрите, реально отдыхаешь, немножечко дышишь реально свежим воздухом. А не, знаете, в каких-нибудь московских парках. Да, тоже свежий воздух, но все-таки не такой. Здесь свежий воздух получше. поэтому все очень-очень тут хорошо. Такие вот дела. Не, ну вот еще добавить участок, видите, он просто гигантских размеров, видите. просто очень больших размеров участок. И вот домик. Кому-то он покажет такой себе, честно говоря, у меня тоже. Да ладно. Все, есть газ в доме. В нем тепло, уютно, спать можно. Да и для деревни лучше вы не придумаешь. Это все-таки деревня, даже не дача, а именно конкретно деревня. Поэтому что здесь надо еще, да? не надо здесь ничего такого. Что здесь можно где-нибудь распокосить, кого-нибудь развести, курочек, еще что-нибудь. Считаю, это очень порядочно. Но мы таким не занимаемся. А почему мы не занимаемся разведением курей и всего такого? Ответ прост. Здесь все лето живет бабушка. Она человек уже пожилой. И просто заниматься этим не охота. и сил возраста уже тоже знаете особо. Не наковыряешься всем этим. Поэтому она просто приезжает на 3 месяца в этот домик. Здесь просто живет. Здесь есть. Приходят к ней в гости. Так просто. здесь она дышит свежим воздухом. Это кстати очень даже хорошо. Поэтому как-то так. для многих сейчас покажется это минусом. Для меня это плюс. Причем хороший плюс здесь не ловит интернет и даже не всегда ловит связь. Почему для меня это плюс? потому что реально порой хочешь отдохнуть от всякого такого. А понимаешь что в Москве это невозможно сделать. В любом случае не от нем зайдешь в ютуб в телеграм еще куда-нибудь ссылочка на телеграм написание к этому ролику. вот здесь вроде хочешь зайти вроде думаешь что там новенького а понимаешь что не можешь понимаешь что здесь не ловит ничего и это класс и это клево поэтому как-то так сегодня 10 июня мы ездили для вас ездили а для меня только сейчас поедем на самом деле время 7 утра рано просыпаюсь сюда мы сейчас поедем тоже микро городок где что-то ловит поэтому может быть что-нибудь там гляну кстати я вас с собой возьму тоже съездите вместе со мной на камере само собой и что-нибудь тоже там посмотрите ну и так сейчас когда поедем покажу немножечко деревеньку тоже как-то так так ну что давайте зайдем в домик то есть дома то еще он ничего не снимал а это считаю что непорядочно надо снять вот красавчики здесь и снять и снять красавчики есть тапочки обязательно вот такая комнатка а не комнатка прихожей можно сказать и туалет в доме в каждом деревенском доме такое есть проходите там ну просто микрочувана такого чего-нибудь вот видите вот и зашли мы с вами в дом это и кухня одновременно и спальня данная вот эта комната в которой я сейчас нахожусь газ в этом доме появился не так давно буквально в следующем году а до этого знаете что было я вам сейчас скажу а до этого было газовые баллоны и электроплиточка вот за данной дверью тоже еще одна комната в ней одуно спала бабушка а я спал на кухне вот на этом же диванчике я и спал ну так захотел никто не был против домик уютненький конечно так себе ну знаете жить в нем можно бабушка в нем 3 месяца живет и все вообще отлично ну а мы едем как я сказал уже ранее во влоге в этом влоге я сказал что мы съездим в город делают интернет едем не чтобы посидеть там в интернете или что-то нет едем там за продуктами докупить чего-то там еще кое-что еще купить опять же дальше в ролике вот в этом узнаете можете перемотать посмотреть что у куби можете не перематывать а досмотреть вот вместе в общем дорога это еще считается очень хорошая дорога на самом деле да это недалеко от деревни но все равно местами этой дороги просто-напросто нету как так можно дороги конечно оставляют желать лучшего блин и как сама трасса федеральная горьковская до Нижнего Новгорода и дальше там от Нижнего как-то вот между деревнями дорога оставляет желать лучшего мы вчера ехали по такой дороге а уж не стал снимать потому что там просто невозможно было нормально сидеть а уж снимать это вообще никак короче такая все знаете колдобины ямы ямы местами даже вообще какой-то песок там короче полный кошмар ну что это уже ближе к деревне такая дорога была это можно сказать что это почти деревенская дорога но в этом нет ничего такого вот собственно зачем мы приехали в город не только за этим но там еще пятерочку зашли но я уже не стал там снимать ничего в общем купили мы здесь сметану сыр косичка очень вкусный сыр косичка сметану ее прокипятить там сделать ну получается вкусненько да жарновато но вкусненько в общем вот сюда мы приехали на молочную фабрику па� ну как Субтитры сделал DimaTorzok Ну, всё что надо мы купили в городе Всё, сейчас направляемся уже в деревню По той же убитой дороге Ладно, про дорогу хватит, наверное Хотя, может быть, и не хватит В общем, ладно, возвращаемся в деревню Там есть небольшие проблемы с водичкой Там кое-где лопнут труба Поэтому надо будет сейчас её сделать Ну, чтобы всё было чин-чинарём Чтоб всё было просто шикарно Чтоб всё фурычило Всё хорошо было Короче, едем в деревню Ну и уже завтра возвращаемся в Москву Будем там, значит, разгонять тоску Хотя, может быть, и не будем разгонять Мне выделили самую интересную работу Называется она Принеси и подай И не нахрен не мешай Так что это тоже ровоза Надо что-то найти, что-то принести Поэтому Любой труд это труд Блин Так, работу принеси и подай И не нахрен не мешай На стадии Найди и принеси и подай Так, сейчас найдём Лопату Теперь моя работа заключается И не нахрен не мешай Да-да Кстати, видите Колодец Водичка Она, кстати, и в дом поступает А вода здесь очень порядочная Очень хорошая Она чистенькая Вкусненькая Ну что, пришло время рассказать Куда же делался велосипед И кто смотрел ролик Про новые очки Там была информация То, что велосипед уезжает из деревни Да, именно в эту Велосипед-то и уехал Где он сейчас? Его сейчас здесь нет Я вам в этом ролике не покажу Вот такие вот чудеса Велосипед Не продан А он дан просто Ребятишкам, местам Ну, чтобы они просто катались Мне с него никакие деньги не нужны Ничего Этих ребят знают вся деревня Они чуть помладше меня Даже не чуть Она лет пять помладше меня Ну, короче Как закончится летний салон Так они соберутся Уезжать в Москву Приехали они сюда на все лето Ну, в общем, в конце лета Они опять его сюда нам отдадут И он будет здесь зимовать Короче, как-то так Вода настолько хорошая Что ее пьешь Да, она вкусная Как я сказал ранее Но ее пьешь А напиться ей вообще невозможно То есть жажду ее удалить Будет весьма себе Трудно Но зато Свеженькая Вкусненькая Водичка Прямо из ключа бьет Кого я из ключа Ключу подсоединен Куда бьет водичка В общем, вот Ключевая водичка Это очень вкусно И хорошо Не помню, говорил или нет Мы здесь уже Второй день То бишь, сегодня 10 июня Приехали мы сюда 9 июня Во второе половинное дня Ну, короче, да Второй день мы здесь Завтра 11 июня Рано уезжаем Утром Ну, может, как И сюда выезжали В 5 Может, и пораньше Может, и попозже В общем, пока еще неизвестно Сама фишка в том, что Здесь небольшие есть проблемы С водой И сейчас вот Кто-то устраняет Эту проблему Косить не знаю Будем, не будем В принципе, до Сарая прокосили До баня прокосили Место под машину Тоже скосили Короче, как так Вот это дерево На самом деле Пугает Как и меня Так и Ну, бабушку Дядю Папу Потому что Это дерево может Ну, рухнуть На самом деле Уже давно И Товерие Оно не особо Не вызывает Ладно Вот видите Какая Ёлочка А дом все-таки Вот знаете Уютный Красивый Деревне Не нужно Какой-то Круто На дачах Там еще В СНТ Можно Это же Реально Настоящая Деревня Здесь Коровки Сами Психо Ходят Лошадки Сами Психо В общем Видите Короче Поэтому Поэтому Деревня Лучше Конечно И не Преды Верно Не Уневляйтесь Знаете Вообще Я очень рад Что получилось У меня приехать Я уже По-моему Это говорил Или нет Опять же Не помню Потому что Только кадров Есть Кадры Которые Которые Не войдут В ролик Уж Извините Есть Которые Войдут Но Допустим Этот Смотрите Честно Ну Ты вот Снял Материал Кадра Какой Лешь Нимаешь Могаешь Делами Забываешь Вообще Про что Ты говорил Короче Я Рад Что На самом деле Так Получилось Приехать Спонтанно Я люблю Спонтанность Так Отдыхаешь Реально Здесь В душу Воздух Свежий Которые Скажи Ты же По паркам Гуляешь Тоже Воздух Нет Это Все-таки Московский Парк И все-таки Нюжечка Не такой Воздух Здесь Реально Ты Отдыхаешь Не помню Чтобы Как-то Там Устал Нет Ты просто Отдыхаешь Здесь В Москве Суеты От всего От этого И Это Здорово Еще раз Приехать Не получится Ну вот Проскод Стабильный Ездит Только в том Году Не ездил Опять же Травма Руке Серия роликов Есть На Канале На моем На этом Птиечке Красиво Уютно И Душевненько Видите Да Хочу Немножечком Нерно Рассказать Причем Какую-то Часть Роликов Смотрели Просто Как мы едем Под музыку А мы Так и ехали На самом деле Просто мы Слушали Музыку Которая С флеш На флешке Но эта Музыка Нарушает Авторские Права Поэтому Я просто Вставил В ролик Который Вы смотрите На обычную Музыку Без всяких Авторских Прав Чтобы Конечно Мы ехали Очень под Энергичную Хорошую Музыку Но я Я уже говорил Ранее В ролике Кстати Я помню Я уже говорил Ранее То что Версия С музыкой Которая Нарушает Авторские Права Здесь На ютубе Будет На янвик В зене Ну и вот Эти кадры Которые я говорил Что здесь Нарушает На ютубе Авторские Права Понятное дело Это будет Вырезано Из дзена Но этот ролик Ведет В дзене Чуть-чуть Попозже Может на 2-3 дня Он выйдет Позже Потому что Придется Перемонтировать Переделывать Как-то так В общем Прикольно Травушка Муравушка Домик я вам Показал Тоже Вы уже Посмотрели В общем Все очень Очень Хорошо Это был кадр Я вам уже Рассказал В том кадре То, что Мы приехали Сметаной Очень вкусный Эту сметану Можно кипятить А можно Не кипятить Если не кипятить То Ну и она Есть Сразу Прямо Здесь И сейчас Кроме А если Прокипятить Она даже Доедет Для Москвы Даже В Москве Если поставить Хладельник То она Еще Ну Такое Приличное Времени Будет Портиться Поэтому Мы будем Кипятить Потому что Она Уезжает Вместе С нами Покорять Тайску И с утра Помните Я включался Показывал Вам небо Какое-то Оно было Не очень И говорил Что прохлада Сейчас я хожу В футболки На солнце Даже жарковато Это классно Погода Я думал Везем Вот такая Онылая Погода Моросит Дежурик А нет Все хорошо Дождик Не моросит Погодка Весьма Все теплая Кстати Напишите Кто из Москвы Или из других регионов Какая погода У вас была Десятого июня Блин Ну я уже говорил Ранее в ролике Что Я не могу Посмотреть Что здесь Нет Я посмотрел Погоду Сказал вам Не могу Этого сделать Потому что Здесь не бывает Интернет Я считаю Это неотменно Но просто Отдыхаешь От всего От этого Как-то так Хожу По кокдалу Калачев Где ходить Кошин Только тут Возможно Коситься Больше не будет Может и будет Не знаю Но скорее всего Не будет Потому что И так Дел хватает С водой Там Еще я сделаю К чему Вообще Это к чему К тому Что Ну зачем я включился Зачем я сейчас Что-то рассказываю А все к тому Что Знаете Это реально Я прекрасно Уже говорил Или нет Опять же Не помню Извините Если буду повторяться В этом ролике Но ничего страшного Надеюсь Вы меня поймете И простите Классно Без интернета Серьезно Я прям Как вот В развод На два На три День Кси Отдохнулся Это прикольно Это классно Ну а Снимаю Я Посмотрим Как Что-то Отдыхаешь Да Я просто Не отдыхаю Я прожил Время В телефоне Так Все это Сейчас Снимаю Для вас Все это Контент Ну а Так В принципе Нет Честно Что-то По привязанности Надо Снять Что-то Нет Какие-то Моменты Уже Были Интересные Я Честно Признаться Просто Напрасно Что Что-то Снимаю Ну Короче Не знаю Я их Долгое Время Думал На протяжении Сей Дороги Думал Снимать Не снимать Надо Дом 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 Че Что-же Начал Приветствую Дом 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 Чуть-чуть Че-то Поснимаем Походим Посмотрим Чем Как Тут Куда Зачем Самое Заванное Почему Не Прикольно Это Может Такой Травел Влог У меня Никогда Не было Травел Путешествия Я был Одно Но ездил Московского Город Электроуголь Это было По сути Все равно Дом Как Так Получилось Совсем Чуть Чуть Зацепил Конкретно Травел Цел Это Классно Работа Кроме Принеси Подай Иди Не мешай Унеси Иди Отсюда И снова Не мешай Видите Немножечко Другую Работу Теперь Меня Зовут Собачку Филя Пойдем Филя Покормлю Тебя На Филя 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 Все Покушай И какой Красивый Филипок Филя Мы решили сегодня еще немножечко покосить Я тоже покосил сегодня Ну а завтра не помню Говорил или нет Завтра 11 мая Рано утро Ну не рано там А сколько Уезжаем в Москву Будем там значит разгонять тоску Батя Косит Я покосил Батя Косит По очереди Занимаемся Немножечко Расчищением Участка От травы Также На этой Фабрике Магазине Молочном Короче Здесь сметану Покупали Там уже Сверх Купили Сверх Косичка Копченая Как их Обожаю Просто Люблю Безумно Они здесь Кстати Вкусненькие Здесь Такое Реально Поедет С нами В Москву Вот и подошли К концу Выходные В деревне Направляемся Обратно В Москву Ну вот Я уже В Москве Как вы можете Догадаться Второй Полноценный День Я в Москве В воскресенье Тоже Были В Москве Но Мы там Заехали В город Железнодорожный К бабушке Там В квартиру Зашли Там тоже Надо было Кое-что Положить Убрать Там Прибраться Ну в общем Обычно Можно сказать Так Бытовуха Поэтому Как-то так Ролик На самом деле Получился Гораздо дольше Он получился Почти На час Но очень много Моментов Не вошло В ролик Потому что Либо ветер Либо действительно Там То что я посчитал То что не надо Ну и в ролике Я уже говорил Что было Много Интересных Моментов Которые Просто Либо Телефон Не было С собой В руках Либо просто Ну руки Были грязные Невозможно Было Что-то Подснять Потому что Ну помогали Тоже там Делами занимался Тоже Я просто Так не сидел Ну и Иногда Просто честно Признаться Забывал То что я Что-то снимаю Вспоминал Какие-то такие Моменты Отрелочке Поэтому Такой вот ролик Получился Ну и Я для себя Понял Такое Решение Что Надо учиться Снимать Травовлоги Надо учиться Снимать Что-то Какие-то поездочки Если поэтому Еще поеду В деревню Или там Еще может быть Куда-нибудь Естественно Тоже буду записывать Ролик Потому что Так вот Влоги Ходж по Москве Я в принципе Уже понял Что как А там Все-таки Немножечко Ну Другая атмосфера И не все Родственники Не все Кто заходил Там На участок А на участке Было Ну частенько Там деревня Это Пол деревни Это родственников И не все Хотели сниматься Поэтому особо Вот Так знаете Особо Не поснимать Было Контент Вот такой вот ролик Получился Я считаю Ему Есть Место На канале Поэтому Пускай будет Ну я уже Как говорил ранее В ролике Что выйдет Данный ролик Только немножечко В другом монтаже Там будет только Музыка Чуть-чуть И что-то Вырезано Из кадра Потому что я говорю Что в ютубе Вот нарушают Авторские права Может не будут Вырезать В общем С музыкой С энергичной С такой С которой Прямо реально Можно иногда Даже Любимое Послушать Через несколько Через пару дней Выйдет на Янтекс Дзея Данный ролик Также Вы наверное Все заметили Но кто не заметил Сейчас Объясню Что Должны были Заметить То что На какие-то кадры Был наложен Мой звук При монтаже Это объясняется Все очень просто Я снимал И действительно Не было у меня В планах Накладывать Какой-то звук Но Понимаете Когда в дороге Едешь В основном Это кстати Было в дороге То есть Ну Шум машины Очень такой Неприятный Дождик Тоже Там Во Владимире Дождик Тоже Особо Он такой Сильный Был Прям бил Ну и Местами Там тоже В дом Я поснимал И знаете Немножко Был Брак по звуку А эти кадры Хотелось Ставить Я примерно Помню Что я там Рассказывал Вот просто На память Что-то свое Добавил Что-то Недорассказал Ну в общем Наложил звук Вот при монтаже Блин Это мой первый опыт Так Смотрите Накладывать звук При монтаже Честно Мне не особо Это понравилось Но Эти кадры Я хотел Чтобы они Вошли Поэтому пришлось Наложить на них Звук при монтаже Ну на этом Все Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Также переходите По всем Ссылочкам В описании Телеграм Яндекс Зен Мой второй Ютуб канал В общем Всем удачи Всем пока Увидимся В следующем Видео Субтитры сделал DimaTorzok